Никита Чернышев перешел в 11 класс. Парень хочет стать зоологом. Сейчас он оказался на вагоноремонтном заводе. Кроме Никиты на производстве трудятся еще три школьника. Работа здесь не пыльная, говорят подростки. Например, вбить данные в электронную систему. Саша Бородин вместе с контролером сверяет детали вагона, чтобы заработать на подарок младшему брату. Чтобы когда на станцию приехал, вагон, все было нормально с номерами и деталей. Весна служба занятости закидывает удочку в школы и на предприятие, чтобы договориться о сотрудничестве. В приоритете дети из малообеспеченных семей. По трудовому кодексу выйти на временную работу могут подростки от 14 лет. При этом труд не должен наносить вред здоровью, а зарплата не ниже федерального МРОД. Правда, есть одно но. Если школьник отработает полный месяц, полный рабочий день, который ему положен, то он получит порядка 12-13, а то и 14 тысяч в месяц. Но, как правило, работодатели не имеют возможности занять школьника на полный день. В итоге школьники коротают лето на озеленении, в подсобках, ухаживают за стариками и получают около трех тысяч рублей. В центре занятости позитивно говорят. Сумма небольшая, зато в будущем пригодится опыт работы. Да и акция «Пятая трудовая» выбивает подростковую лень. Мы таких быстро ставим на истинный путь. Каким образом? Устрожимся. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости.